Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net, юнит 3, секция 5, упражнение 66. Прочитайте три истории, рассказанные участниками конференции о школах в Австралии, Великобритании и США. Найдите в них общие черты. Читаем первый текст и переводим. Обучение в Австралии является обязательным в возрасте от 6 до 15 лет. Большинство детей, около 70%, учатся в государственных школах, где образование бесплатное. Второй абзац. Большинство австралийцев живут в городах на восточном и юго-восточном побережьях, но также есть много городов, которые расположены в глубине континента. Как дети там обучаются? Третий абзац довольно большой. Третий абзац. Третий абзац. How do students attending the schools of the air get a classroom experience? The easiest thing to do is to use a two-way radio or other means of communication. By listening to the radio, watching TV and video the students learn about the world around them. Though they stay in their own homes. В некоторых штатах Австралии существует школы на открытом воздухе. Эти школы расположены в районах отдаленных от больших городов. Как ученики, посещающие эти школы на открытом воздухе, получают образование? Самый легкий путь – это использовать радио и другие средства связи. Слушая радио, смотря телевидение и видео, школьники узнают больше об окружающем мире, оставаясь в своих собственных домах. Последний абзац. There is also school through the mailbox for children who live far away from any school in the area. Subjects are divided into one or two-week units. Each unit including new material, illustrations, exercises and tests can be sent to pupils anytime. Также существует школа дистанционного образования для детей, которые живут далеко от всех школ в районе. Предметы делятся на одну или двухнедельные части. Каждая часть включает новый материал, иллюстрации, упражнения и тесты, которые могут быть посланы ученикам в любое время. Окей, мы прочитали о системе образования для учеников от 6 до 15 лет, которая практикуется в Австралии. Переходим к следующей стране. Эта страна называется the United States of America, США, Соединенные Штаты Америки. Читаем по абзацам и переводим. Около 90% детей из США посещают государственные или общественные школы, где образование бесплатное. Другими словами, 43 миллиона школьников и студентов входят в государственные школы, а другие 6 миллионов в частные школы. Следующий абзац. В частных школах родители должны платить за образование детей. В большинстве частных школ есть религиозное образование также. Третий абзац. The relations between students and teachers in state schools are democratic and friendly. In American public schools students wear whatever they want. Отношения между учениками и учителями в государственных школах демократичные и дружелюбные. В американских общественных школах ученики носят все, что они захотят. Students can choose the subject they want to study. They often take part in non-academic activities such as sports, drama clubs, school newspaper or radio. Ученики могут выбирать предметы, которые они хотят изучать. Они часто принимают участие в неучебных мероприятиях, таких как спорт, театральные кружки, школьная газета или радио. American thinks that each person should achieve all that he or she can. Американцы думают, что каждый человек должен достигнуть все, что он или она может. И последний абзац. But some Americans believe that their quality of education is going down. They think that the number of basic subjects is few students watch too much TV and do too little homework. Но некоторые американцы считают, что качество образования стало ухудшаться. Они считают, что количество основных предметов очень немногочисленное. Ученики слишком много смотрят телевизор и слишком мало делают уроки. Прочитаем теперь о школе Великобритании. In Great Britain there are different types of secondary schools. Most of them are state schools where education is free. But some parents choose to pay for private education. Private or public schools in England and Wales are very expensive and they are attended by about 5% of the school population. В Великобритании существуют разные типы средних школ. Большинство из них государственные, где образование бесплатное. Но некоторые родители выбирают платить за частное образование. Частные или общественные школы в Англии и Уэльсе очень дорогие. Их посещают около 5% школьников. Второй абзац. The education in public schools is of high quality. The discipline is very strict. Most of private schools are either for boys or for girls. Образование в частных школах высокого качества. Дисциплина очень строгая. Большинство частных школ как для мальчиков, так и для девочек. Предпоследний абзац на данной страничке. Public schools are famous not only for their perfect education, but also for the right friends and contacts which are useful for a successful future. Общественные школы известны не только прекрасным образованием. Они также известны правильным выбором друзей и связей, которые будут полезны для успешного будущего. В некоторых британских школах форму носят все ученики. В других дети могут сами выбирать, что они хотят носить. В некоторых общественных школах Великобритании, таких как Eaton, формы выглядят так же, как носили сто лет назад. Some private schools are very famous, such as Eaton, Harrow, Rugby and Winchester. Некоторые частные школы очень известны. Например, Eaton, Harrow, Rugby и Winchester. Harrow School is famous as the place where Winston Churchill was educated, as well as six other prime ministers of Great Britain, the poet Lord Byron and many other prominent people. Школа Harrow известна как место обучения Винсона Черчилля. Так же, как и шести премьер-министров Великобритании, поэта Лорда Байрона и других знаменитых людей. Окей, теперь мы можем с вами выполнить непосредственно задание. Нас просят найти общие черты между школами, которые находятся в Великобритании, в США и, конечно же, Австралию. Давайте скажем. There are state schools, public schools and private schools in Australia, in Great Britain and in the United States. Most of children attend state schools where education is free. The education in private schools is of high quality and some parents prefer to pay for the education of their children. Besides, mostly in private schools children have to wear special uniform. В Австралии, Великобритании и США существуют государственные, общественные и частные школы. Большинство детей посещают государственные школы, где образование бесплатное. Образование в частных школах высокого качества. Некоторые родители предпочитают платить за образование своих детей. Кроме того, в большинстве частных школ дети должны носить специальную форму. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.